8 января 1977 года в Москве была осуществлена серия террористических актов. В 17 часов 33 минуты в вагоне московского метро на перегоне между станциями Измайловская и Первомайская взорвалась бомба. В 18 часов 5 минут произошел взрыв в торговом зале продуктового магазина номер 15 на улице Дзержинского неподалеку от зданий КГБ СССР. В 18 часов 10 минут произошел взрыв около продовольственного магазина номер 5 на улице 25 октября. В результате этих терактов погибли 7 человек, 37 были ранены. В следствии, к поискам преступников были привлечены лучшие следователи прокуратуры МВД и КГБ СССР. Руководил оперативно-розыскной группой генерал-майор КГБ ВН Удилов. Операция получила кодовое название «Взрывники». Было опрошено более 500 свидетелей, видевших предполагаемых преступников. Однако никто из них так и не смог четко описать внешность террористов. Многие путались в своих показаниях. По собранным осколкам взрывных устройств следователями были установлены детали и материалы, которые использовались при изготовлении ВУ. Выяснив место производства и продаж многих из этих материалов, следователи очертили круг подозреваемых городов Ереван, Ростов-на-Дону и Харьков. Выдвигались версии, что теракты могли устроить украинские или армянские националисты. Позже в аэропорту Ташкента один из сотрудников КГБ обратил внимание на сумку в руках пассажира. Сумка была такой же, что использовалась террористами. Не выяснилось, что сумку сшили в Ереване. Эксперты установили, что электросварка бомб была проведена особым электродом с фтористокальциевым покрытием, который использовался только на предприятиях ВПК. На основании этого пришли к выводу, что кто-то из террористов работает в оборонке. В конце октября 1977 года те же преступники решили совершить еще один теракт и с этой целью прибыли в Москву на Курский вокзал, взяв обратные билеты на поезд. Москва, Ереван они вышли, оставив сумку с бомбой в зале ожидания вокзала. Спустя несколько минут бесхозная вещь обратила на себя внимание одного из пассажиров, который заглянул внутрь сумки и, обнаружив мотки проводов и часовой механизм, сообщила находки в дежурную службу милиции. В результате следственного осмотра были получены ценные улики. Синяя спортивная куртка с олимпийской нашивкой из Еревана и шапка-ушанка. На шапке сыщики обнаружили несколько черных волос. На поиске брюнетов без верхней одежды с черными вьющимися волосами была ориентирована милиция на всех железнодорожных вокзалах и в аэропортах страны. В направлении Закавказья, на границе Грузии и Армении в третьем вагоне поезда номер 55 «Москва-Ереван» был обнаружен черноволосый молодой человек в синих спортивных брюках. При нем не оказалось верхней одежды, документов и дорожных вещей. Это был рабочий окоп Степанян. Ехал он вместе со своим товарищем, художником Завеном Багдасаряном. Цель поездки в Москву Степаняна и Багдасаряна объяснить не могли. Их задержали и топировали в Ереван. Позже мать Степаняна опознала сумку, в которой находилась бомба, как сумку сына. Обыски на квартирах задержанных выявили ву, которые были аналогичны московским. По данным следствия, главным организатором и руководителем терактов был Степан Затикян, Степанян и Багдасарян. Их непосредственными исполнителями на допросах Степанян и Багдасарян заявили, что были запуганы Затикяном, который, сидя в заключении, подвинулся на идею национализма и твердил, что нужно наказать русских за угнетение армянского народа. Степан Затикян и Национальная объединенная партия Армении Степан Затикян окончил школу золотой медалью. В 1966 году, будучи студентом Иреванского политехнического института, вместе с художником Айказуном Хачатряном и студентом Шагеном Арутюняном основал нелегальную Национальную объединенную партию Армении. НОК была националистической группой, ставившей целью создания независимой Армении с включением земель Турецкой Армении, выход из СССР предполагался с помощью плебисцита. Группа развила активную подпольную деятельность, имела собственную типографию и выпускала газету «Порос». В 1968 году основателей НОП, а также нескольких их последователей, арестовали и судили за антисоветскую агитацию и пропаганду и за участие в антисоветской организации. В 1972 году после отбытия заключения Затекиан стал работать сборщиком трансформаторов на Ереванском электромеханическом заводе. В 1975 году подавал заявление о выходе из советского гражданства и добивался выезда из СССР, но получил отказ, был женат, имел двоих детей. В момент взрыва находился в Ереване. Акоп Степанян и Завен Багдасарян. Рабочие были соседями Затекиана и родственниками между собой и также, как и Затекиан, состояли в НОП. Судебный процесс. Процесс в Верховном суде СССР проходил с 16 по 20 января 1979 года. Рассмотрение дела было практически закрытым. Сохранилась видеозапись выступлений обвиняемых во время судебного процесса. Одно из заявлений Затекиана на суде. Я уже неоднократно заявлял, что я отказываюсь от вашего судилища и ни в каких защитниках не нуждаюсь. Я сам есть обвинитель, а не подсудимый. Вы не властны меня судить, поскольку же до Российской империи не есть правовое государство. Это надо твердо помнить. Затекиан закончил свое последнее слово призывом на армянском языке. Передайте другим, что нам остается месть, месть и еще раз месть. 24 января все обвиняемые были признаны судом виновными и приговорены к высшей мере наказания – расстрелу. 30 января Президиум Верховного Совета СССР отклонил ходатайство о помиловании и в тот же день приговоренные были расстреляны. Единственной информацией о суде и приговоре в центральной печати была краткая заметка в известиях. 31 января 1979 года, где упоминалась только фамилия Затекиана, в Армении руководство пыталось замалчивать этот факт. Как отмечает бывший начальник Пятого управления КГБ СССР Ф. Д. Бабков, по указанию первого секретаря ЦК Компартии Армении Димирчана ни одна газета, выходившая на армянском языке, не опубликовала сообщение о террористическом акте КС. Димирчан препятствовал следствию, однако впоследствии, после предъявления доказательств, согласился с выводами следственной группы. Бабков высказал предположение, что к терактам имела отношение армянская секретная армия освобождения Армении. Мне стало известно об этом странном поведении председателя КГБ Армении Юзбашьяна. Он тщательно скрывал от руководства КГБ СССР информацию о действиях в республике представителей Международной армянской террористической организации. Армянская секретная армия освобождения Армении Асала, созданная взамен Дашнак Цутюн. Именно этой организации принадлежит разработка взрывов в московском метро, отвечая на обвинения в фальсификации дела. Бывший следователь КГБ СССР Аркадий Яровой, занимавшийся расследованием теракта, в 2004 году заявил протесты советских диссидентов. Некоторые советские диссиденты, в частности А.Д. Сахаров, протестовали против приговора, утверждая, что вина осужденных не доказана. Объектом критики был прежде всего тайный характер процесса. В своем письме Л.И. Брежневу 30 января 1979 года Сахаров требовал при остановке исполнения приговора и нового судебного разбирательства. По его словам, есть веские основания опасаться, что в этом деле имеет место судебная ошибка или умышленная фальсификация. Затикян не находился в Москве в момент взрыва в метро. Много свидетелей могут подтвердить его алиби. Следствие не проявило никакой заинтересованности в выяснении этого и других важных обстоятельств. Суд без всякой к тому необходимости был полностью закрытым и секретным. Даже родственники ничего не знали о его проведении. Такой суд, на котором полностью нарушен принцип гласности, не может установить истину альтернативной версии. Как утверждали в 1980-х годах некоторые советские диссиденты, а также историки М. Ягеллер и А. М. Некрич, существует ряд фактов, ставящих под сомнение причастность Затикяна к взрывам. По утверждению А. Д. Сахарова во время свидания с братом Затикян заявил «Я не виновен ни в чем, кроме того, что оставил своих детей сиротами». Согласно книге Сахарова, по утверждениям знавших Затикяна людей, террор в его принципы не входил. По утверждениям некоторых правозащитников на заключенных в ереванских тюрьмах оказывалось давление, чтобы они дали показания, что Затикян замышлял теракт. Некрич и Геуллер в книге, изданной в 1996 году, утверждали, что все обвиняемые имели алиби. Некоторые диссиденты, в частности, Г. А. Павловский, обращали внимание на появившиеся сразу же после взрыва в западной прессе утверждения, исходившие от просоветского журналиста Виктора Луиса с ссылкой на официальные советские источники, о возможной причастности к взрыву диссидентов-правозащитников. По мнению Сахарова, корреспонденция Виктора Луи явно была пробным шаром, прощупыванием реакции. За ней, при отсутствии отпора, мог последовать удар по диссидентам, силу его заранее предугадать было нельзя. Кроме того, нельзя было исключать, что сам взрыв был провокацией, быть может имеющий от «быть может» и не имеющий прямого отношения к инакомыслячим. Хроника текущих событий утверждала, что сразу же после взрыва многие видные диссиденты были допрошены в связи с ним, и от них требовали доказательств своей непричастности к взрыву в вопросниках, составленных следствием и направленных осужденным диссидентом. Просматривалась попытка связать НОП с хельсинкской группой. 11 января 1977 года Сахаров узнал из радиопередачи о статье Виктора Луи. Стревоженный возможным обвинением диссидентов в терроризме, он на следующий день обнародовал обращение к мировой общественности, где сообщал все, что ему было известно об обстоятельствах взрыва. Статья Виктора Луи напомнила о ненасильственных принципах диссидентов и о событиях, которые он расценивал как беззаконные действия властей, в частности убийствах ряда диссидентов, в которых подозревалось КГБ. В конце обращения он писал, «Я не могу избавиться от ощущения, что взрыв в московском метро и трагическая гибель людей – это новая и самая опасная за последние годы провокация репрессивных органов. Именно это ощущение связанное с ним опасение, что эта провокация может привести к изменению всего внутреннего климата страны». Явились побудительные причины для написания этой статьи. Я был бы очень рад, если бы мои мысли оказались неверными. Во всяком случае, я хотел бы надеяться, что уголовные преступления репрессивных органов – это не государственная, санкционированная свыше новая политика подавления дискредитации инакомыслящих, создания против них атмосферы народного гнева. А пока только преступная авантюра определенных кругов репрессивных органов, не способных в честной борьбе идей рвущихся к власти и влиянию. Я призываю мировую общественность потребовать гласного расследования причин взрыва в московском метро 8 января с привлечением к участию в следствии иностранных экспертов и юристов. 24 января Сахаров был вызван в прокуратуру в СССР, где ему предъявили официальное предупреждение об уголовной ответственности в связи со сделанным им заведомо ложным и клеветническим заявлением. Сахаров подписать предупреждение отказался и заявил «Я прежде всего должен уточнить сказанное вами относительно моего последнего заявления. В нем нет прямого обвинения органов КГБ в организации взрыва в московском метро, но я высказываю определенные опасения. Я высказываю в нем также надежду, что это не было санкционированное и свыше преступление, но я осознаю острый характер моего заявления и не раскаиваюсь в нем. В острых ситуациях необходимы острые средства. Если в результате моего заявления будет проведено объективное расследование и найдены истинные виновники, они винные, не пострадают. Если провокация против диссидентов не будет осуществлена, я буду чувствовать большое удовлетворение. Я имею сейчас веские основания для опасений. Это провокационная статья Виктора Луи в газете «Лондон Эвнинг Ньюз», до сих пор не дезавуированная газетой. Это начавшиеся допросы о местонахождении в момент взрыва лиц, относительно которых мне ясна их непричастность. Это многие убийства последних месяцев, в которых можно предполагать участие КГБ и которые не были расследованы. Я упомяну о двух из них, об убийстве поэта Константина Богатырева и юриста Евгения Брунова. Вы ничего не сказали об этих убийствах, занимающих важное место в моей аргументации. В тот же день Сахаров созвал пресс-конференцию, на которой передал иностранным журналистам запись беседы в прокуратуре. Это тотчас стало достоянием мировой общественности. 26 января ТАСС издала сообщение о вызове Сахарова в прокуратуру под заголовком «Клеветник предупрежден». 28 января Госдепартамент США выразила забочность в связи с угрозами академику Сахарову. Предполагали, что после выступления Сахарова сценарий, предусматривавший расправу с диссидентами под предлогом их причастности к взрыву, был изменен и страх испортить отношения с Западом. По свидетельству Сахарова, часть диссидентов была твердо уверена, что взрывы – дело рук КГБ. Другие допускали возможность вины из-за текяна. Сахаров так передает их доводы и свою собственную позицию. Некоторые убеждены, что все дело – сплошная фальсификация КГБ. Первоначально, с целью расправы над всеми инакомыслящими или с какой-то иной провокационной целью, потом, когда вышла осечка, с целью расправы над НОП. Сторонники этой теории считают, что все вещественные доказательства сфабрикованы КГБ, что Багдасарян и Степанян сотрудничали с КГБ либо только на стадии следствия, либо даже на стадии осуществления преступления, что им было обещано сохранить жизнь и именно поэтому их фамилии не упоминаются в печати. Возможно, что потом договоренность была нарушена той или иной стороной. Другие мои друзья считают, что Затекиан и его товарищи – типичные националисты, подобно Баскам и Раи Т.П. И что нет ничего неожиданного в том, что кто-то в СССР стал террористом. Вина обвиняемых неопровержимо доказана отсутствие гласности в традиции политических процессов в СССР. А в данном случае КГБ мог опасаться вызвать цепную реакцию терроризма. Что касается меня, то я вижу слабые места в обеих крайних позициях. Моя позиция – промежуточная, а точнее – неопределенная. Я по-прежнему считаю правильным свое письмо Брежневу, так как считаю, что без подлинной гласности подобное дело не может быть объективно рассмотрено. Тем более что альтернативным обвинителем является КГБ. Один из лидеров подпольной неокоммунистической партии Советского Союза А.Н. Тарасов сообщает в своих воспоминаниях, что спустя 4 месяца после взрывов он был задержан по подозрению в их организации и освобожден только после того, как доказал свое 300-процентное алиби. Бывший полковник первого главного управления КГБ СССР Олег Гордеевский придерживался мнения, что трое армян были выбраны в качестве козлов отпущения в деле этого теракта. Интересные факты. Сын Эдмонда Киасаяна, Давид, был задержан по подозрению в теракте в связи с тем, что рассылал шуточные телеграммы.